Приветствую всех на моем канале. Сегодня поговорим о рождаемости и населении Израиля. Рост населения Израиля обеспечивается высокой рождаемостью и массовой иммиграцией евреев из других стран мира. Однако самая высокая рождаемость в стране характерна для мусульманского населения. За ним с большим отрывом следуют семьи иудейских религиозных ультра-ортодоксов. В 2000 году доля еврейского населения в стране составляла 77%, а в 2025 снизилась до 76%. Доля арабских граждан Израиля за то же время возросла с 16% до 20%. При сохранении нынешних тенденций к 2025 году еврейское население в стране сократится до 70%, а арабское возрастет до 25%. Оставшиеся 5% граждан составят друзы, русские и черкесы. Предполагается, что в 2025 году в Израиле будет проживать 9 миллионов человек, 6 миллионов евреев и почти 3% арабов. Израильское законодательство построено на поощрении рождаемости в стране. Никаких особых условий для отдельных религиозных и национальных групп не предусматривает. Израильянкам рожать экономически выгодно. Во-первых, гражданам Израиля Ведомство национального страхования выплачивает пособие на сохранение беременности. В данном случае деньги получает женщина, вынужденная прекратить работу во время беременности, из-за опасности, угрожающей ей или еще не рождившемуся ее ребенку. Во-вторых, при рождении ребенка израильтянка получает единовременное пособие в размере 3000 шекелей. В-третьих, и это, несомненно, самое главное, всем гражданам Израиля, имеющим детей до 18 лет, независимо от доходов семьи, выплачиваются ежемесячные пособия. Эти пособия, в отличие, например, от пособий по старости, не учитываются при подсчете доходов и, следовательно, не подвергаются налогообложению. Израильские светские семьи практически не бывают многодетными. Многоднетность – обычный удел арабских мусульманских семей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА